У Украины говорить о том, что у нас уже есть как минимум один аргумент, почему мы должны стать более заметной стороной на международной арене. У нас уже есть очень сильная армия. Такой армии нет ни у кого. Это наш козырь, потому что мы говорим, ребята, мы вас тут защищаем немножко от вот этих. До света в войне с основным агрессором. У нас есть опыт войны. Это как бы экономика слабее, понятно, чем у соседей. На данный момент все-таки война отбирает колоссальные наши ресурсы, но тем не менее. Во-вторых, наша ключевая задача сделать так, чтобы мы были не окружены кольцом. Я был окружен кольцом дружелюбных людей, и кольцо как бы медленно сжималось. У нас там Белоруссия. Главное, чтобы вас окружали приличные люди. Да, да, да. У нас там Белоруссия на севере, и там стоят военные российские базы, там стоят военные. Та же самая история с Приднестровьем. Наша ключевая задача, чтобы, если у нас пока есть Россия, пусть она там вот будет, а вот эти вот, как минимум, эти государства, которые реально, мы тупо в окружении как государства, несмотря на украинскую армию сильную. Но наша задача первая сделать так, чтобы вот эти вот страны, как бы, да, то есть либо прекратили свое существование, как Приднестровье в том виде, в котором она есть, либо выбрали действительно европейский, как бы, европейскую модель движения развития и перестали нам быть угрозой, перестали быть союзниками России. Во-первых, тогда Россия будет отвлекаться и на эти точки, а во-вторых, эти точки перестанут быть ее союзниками и, соответственно, нашими врагами, да, красными точками на карте. Потому что, несмотря на то, что белорусы нам точно не враги как люди, но в любой момент оттуда нам может прилететь во всех смыслах этого слова от российской армии. То есть, первая природная территория, не территория, скажем так, а субъект международной политики, это Белорусь может стать ареной конкуренции Украины и России. То есть, Украина должна заявить, что она может запропоновать Белорусу, мы не говорим сейчас про какие-то агрессивные действия, а навпаки, может запропоновать Белорусам и Белорусам альтернативный, спальный, выгодный проект, который мог бы конкуровать и выигрывать у московского аналога. Да, однозначно. Потому что сейчас, особенно учитывая, что российская экономика очень просела, да, как бы, ей меньше, она может меньше предложить той же Белоруссии, да, чем Украина, которая может говорить за себя и чуть-чуть за Евросоюз. Будь посорядной по межзахерным светам и Белоруссии. Так, как бы, Белоруссия может спокойно говорить с Украиной чем угодно, понимая, что она говорит как бы с частью вот большого вот этого европейского проекта. Это было бы очень здорово, это было бы потрясающе. Не взаимовыгодно, напевно, здорово. Ну так, аналогия номер один. Окей.